Если, ребята, кто не знает, все стойки, все карты, Михаил все делает в плане эстетики. Это Миша здесь. Он сегодня пригнал свой автомобиль. Тут у нас SQ-система с интересным сабовым звеном. 92-й Alpine. И стоит сдвойный мидбас. Sound Cubing и DD Redline. Фазоинвертор. Только именно в таком исполнении. Вот он моноблок, ребята. 350.1 и провода. Видите, сразу чернов. Ребята, привет. Уральскую пятерочку. Мишка, давай туда. Привет. Ребята, у нас на Урале разгар лета. Именно 14 апреля. Вот, можно так это назвать, да? Ну. Все. И мы сейчас, вот это Мишин автомобиль. Если, ребята, кто не знает, все проекты, которые делаем мы в автокасте, да, это Михаил все делает в плане эстетики. То есть, все подиумы, которые есть в Уолантре, которые сейчас в Сонате, все стойки, все карты. Ребят, кто получал от нас карты, Миша здесь. Он сегодня пригнал свой автомобиль. Миш, пойдем. То есть, Миша немного стесняется, но это ничего страшного, это нормально. Ты можешь, в принципе, открыть капот нам. Давай мы будем смотреть. Короче, у Михи Ларгус. Но это необычный Ларгус. Ларгус человека, который, блин. Не знаю, настолько эстет, настолько педант, да, что во всем этом. У тебя под капоткой все стандартно? Есть что-нибудь добавлено? Пред. Колба с предом. Ну и... Давай посмотрим. Ты делал все сам? Конечно. Все отлично. Смотрите, стандартный Ларгус, ребят. Тут у нас SQ-система с интересным сабовым звеном. Под капоткой стоит гигаватт-аккумулятор, стоит колба, плюс, да, и получается... Ну тут все по-челябински. Плюс красным проводом, минус, как вы думаете, каким? Тоже красным проводом. У нас, ребята, только один какой-то кабель в наличии всегда есть, да? И все. И вот, минус, плюс. Все понятно. А у тебя какой силок идет на это все дело? Морель МПС 4400. Который ты два брал, один? О, так это вообще пушка. Давай, закрывай. Ну все, тут питание, полбоспредом все защищено. У нас есть морелька, Паш, ставь потом, пожалуйста, ссылку сайта. МПС 4400. Когда его брал Миша, он стоил как биткоин в том году, сейчас он стоит как биткоин сейчас. Да, да, да. То есть космические деньги. Так, окей. Что у нас здесь представлено? 92-й Alpine. Да. У тебя же до этого другой был? 72-й. 72-й, сейчас 90-й. То есть более интересно им пользоваться. Ну, настройки появились. А по звуку как? Лучше намного. Лучше? То есть лучше 72-го, сто процентов? Да, конечно. Все, офигенно. Здесь, ребята, сейчас мы покажем вам вблизи все элементы декора. Руль же ты не перетягивал. Сам перетягивал. Это руль тоже? Конечно. Короче, все элементы декора, кроме вот этой дырки на сиденье. Это, а, ну Миха, это тоже сам сделал. Тоже сам сделал, да. Строчка, вот эти все элементы охрененно выглядят. Вот это, кстати, подрулевая штука. Там еще старт-стоп. Кнопка? Да. Саня тебе поставил что-то? Ну. Офигеть. Тут даже в тачке кнопка старт-стоп, ребят. Ну это вообще пушка Ларгус. Короче, здесь смысл какой-то элементы декора. Смотрите, какие двери. Это полностью литые подиумы под... Откроешь? Ну накладные. Нет, подиумы-то сами литые. Да. Карты не цельно литые, а Миша сделал именно себе такой вариант, да. Здесь у нас немного пепла. И стоит сдвойный мид-бас. Саунд Кьюбит и ДД Редлайн. Ну это то же самое. Один в один они, ну. То есть, по сути, Саунд Кьюбит это тот же ДД. Это один завод, возможно, какая-то коллаборация, но однако динамики. Сдвойный мид-бас. И почему вы видели в i30 где-то вот идея Михаила сделать сдвойный мид-бас? Я сначала не хотел так, но это реально круто. Это круто, мы сейчас послушаем. Сетка, давай подожди. Сетка тут просто, да? То есть она без магнитов. Ну вот видите, как делается сетка. У меня такие же сеточки. И вот откуда все пошло. Да, вот эта сетка. Мы сейчас фактуру немного изменим. У тебя она, блин, круче даже выглядит. А подожди, у меня тоже же кожа. У тебя все один в один. Кожа же, да? Ну. Только она покрашена в такую фактуру, да? Да, она покрашенная. И получается вот эту вставку тоже сделал. Да. Тоже вставку, строчка. На одной стороне только пока. А, там нету. Но это круто, чтобы показывать. Обычно так, а если хочешь, можно так. Все, огонь. Дальше. Задний вообще что-то. Можно здесь показать или нет? У тебя, кстати, двери прошумлены эти? Да, два слоя четверки. Вот эти двери, а эти нет? Это тоже. То есть ты прошумел, чтобы был только двери? Ну, крышу начал. То есть двери и начал крышу, ты понимаешь в этом смысле? Все, отлично. Смотрите дальше, ребят. Тут самый важный момент. Ларгус тачка не для одного, она для перевозок чего-то и для пассажиров. Здесь у нас в штате ничего у тебя нету? Нет. Вообще пусто. Там закрыта дырка. Отлично, но двери прошумлены. Эти вставка также с одной стороны сделана, с другой нет. А я и думал, короче, думаю, что за дырки там, типа сказать, что моль проел, что ли, или знаешь, там, типа, как их называют? Караеды-жуки. Караеды-жуки. Там такие же вот, прям вот один в один. А, Миха, видимо, этот, практикует стиль караед. Он смотрит, как это все делает, он такой, я могу вам предложить. И вот смотрите, какая хрень, я даже не знаю, казалось. Миш, это все полностью ты сделал? Это одна конструкция целиком. Это целиковая конструкция. Да, фанера. Вот это смысл какой, вот этого? О, ааа, глубина. Это ящик перчаточный второй. Да, вообще планируется микрохолодильник. А, даже, во, я, кстати, сумку сейчас смотрю, холодильник тоже хочу. То же самое, этот, элементы, пельтешные. Я прикинь, даже к Xiaomi смотрю, а сумка, знаешь, что удобно? Даже ты продукты купил, можно туда положить, раз, на солнце. Да я вчера, потому что сыр покупал, и он один со мной провел, там, пельмени, короче, шоколадные. Они превратились в шоколадный пирог, нахрен. Это стоит-то они недешево, блин. Я думаю, попробую. В итоге принес такой шматок домой, на стол выложил, вечером такой, блин. Вот это тема. И газировочку, да? Газировку, да, или даже на природу пивко можно. Извините, две полторашки пива. О, две миха, две полторашки, видите, литрами измеряет. Значит, баночки маленькие. Ладно. Здесь также подлокотник. Тоже сделал сам. Да. Ну, это все одно целое. Это вообще, а, вот, Паш, это вся... Паш, это конструкция вообще одна целая. Подлокотник вот с этим ящиком. Это круто, это как вот... У меня в Hyundai, именно в Elantra, есть выдвижной подлокотник. Здесь вот, поставил стаканчик. А ты, кстати, не хочешь подстаканники сделать? Будут. Ну, из нержавейки. Цельная конструкция. Ну? Кофе купил, поставил кофе, едешь. Раз там, попил, например. Офигенно. И тут еще сап, ребята, тут басуха, понимаете. Два опуса, причем один ты что? Пассивный. Подожди, он просто не подключен. Он обрезан. Ты отрезал его, оставил корзину, оставил. А, то есть ты вот так даже сделал. То есть, если кто видел, ребят, где-то в магазинах вы увидите вот сам диффузор, но ничего нет, ни магнита и так далее, одна корзина. Это не сап, это пассивный излучатель. То есть это добавка к саповому звену. То есть он, грубо говоря, воспринимает волны, да, и как-то их контролирует. Это тот же фазоинвертор. Фазоинвертор. Только именно вот в этом, в таком исполнении имеет контроль. Не просто выдувает, а какой-то контроль туда-сюда, да. Вот такая тема, ребята. То есть вчетвером спокойно. Ну, я не сильно большой, но здесь вместо огонь четвером можно гонять спокойно. Там еще усилки тебе будут мешать. Мне. Под цветухой. Только они еще там так. Отлично, Паш, ну ты тогда, пожалуйста, потом покажи. Это интересно, да. Они пока подключены. Это у тебя что, Элос встать? Элос, да, 350-й 1.1. Где он взял? Мне, кореш, подогнал. Да? Блин, огонь, огонь. Это получается моноблок. Да. Вот он, моноблок, ребята, 350-й 1.1. И провода, видите, сразу Чернов. Это акустические. Да, это акустика Чернов, сила приведена. И, соответственно, там у тебя дистров нету. Почему? А, вон там дистры. Вот они. Ну вот они, дистры. Ну да, тут все, пеплом залит. Мне, короче, кайфово в этой тачке. Я завтра полку сделаю под усилители, будет все классно. Вон туда. Конечно, этажерка будет. Этажерка под усилители. Все вообще круто. Ребята, ну тут смотрите, мы потом еще фотки может добавим. А, кстати, во, когда видео будет выходить, ты просто добавишь фотки, Миха, покажи, на фотках покажи. Там уже аккуратно все будет. Там этажерка будет, усилки будут, два яруса, охлаждение сверху и снизу, будет все аккуратно. Сейчас, в принципе, так, пока. Вот. Здесь получается длинок больше места. Офигенно. Пойдем в багажник посмотрим. Так как специфика Миши подразумевает возить обшивки ваши, в том числе, ну и плюс работы, да, что ты хочешь. Смотрите еще сколько мест. Смотрите обратной стороны, вверху. Вниз. Вот. Тут еще получается, ну коврик, он и не нужно, его обновляем, потому что ты ввозишь всякую хрень, да? Всякую стекломат, волокно всякие получаешь. Ну вот, то есть вы обшивки нам привезли в магазинчик, мы их поставили, и Миша ими занимается с удовольствием. Ну тут, в принципе, для природы. Тут показывай, в багажнике особо нечего, все спереди. Ну что, погнали слушать. Сейчас будет интересно. Вот. До этого сабов не было, сейчас они появились, я вообще в восторге, что тут получается. Ребят, так можем тоже вам предложить, можем посчитать. Конструкция офигительно клевая. Здесь место, только внизу, пожалуйста, сдвоенный мидбас. У меня полностью карты были переделаны, ну потому что были карты у нас, да? Апань 92-й. У нас в стенде он просто, блин, бомбического уровня. Это толпа, я не знаю, у нас уже хрен его знает сколько лет. Я тут знаю все практически. Блютуз подключен. Сейчас мы послушаем одну песню, вот у меня есть такая песня, я обалдею от блюза, джаза, но это не точно. Ну там вообще реально кайфово. Сейчас, сейчас, ребят, послушаем. А потом что-нибудь современное есть у меня еще там разное. Единственное, на Алпане самое... А нет, хотя на Алпане-то не... А что тут с 18 начинает? А, у меня не прибавлен звук, е-мое. Я думаю. На Алпане кайфове от Пионера, то что на 10 уже громко достаточно, да? Наверное, на 15. Ну, у Пионера, наверное, на 30 не сделано. До 30 не можно. 25 на плане, сейчас будет тут. Заклонить недостаток блютуз. Да, недостаток блютуз, когда слушаешь по телефону, лучше флэхвус. Если хочешь не отвлекаться, то флэхвус слушайте, это важно. Сейчас вот тут немного начнется сейчас. Вообще огонь, короче. Ну, надо слушать, ребят. Микрофон может передать. У нас микрофоны здесь, на телефон снимается. Вот Паша микрофон еще. Ну, скорее всего, вот отсюда будет брать звук. Смысл в чем? Каждый трек в каждой машине по-разному играет. Вот у Миши здесь так. Я его слушаю в Y30, он вообще по-своему играет. Хотя, ну, там, SQ своя, да, там, с процессом. Тут просто такой, там, такой. Дома, это вообще по-другому. У меня колонки стоят в магнатах, да? Домашка, это домашка. Это вообще, блин, по-другому. Но бывает, там что-то послушаешь, и здесь, наоборот, это не играет. Все, давай, что вот. Ну, давайте, друзья, еще тренд этого сезона сейчас двигаться. Хочу, Ванечка, послушаем. Здесь еще будет серединка. Здесь не это гость. Система, два канала у Миши свободны, да? На 4400, который. FPS, Морель. МПС, Морель. А пойдем прокатимся? Там мы проверим. Ты едешь, я вот просто буду сейчас пассажиром балдеть. Давайте, вот, есть у меня офигенный. Наверное, его заблокировать. Просто, да, вот, кружок. О, нормал. Так, кто-то звонит, сбросим. Надо послушать пока. А потом позвоним всем, кто звонил. Так вот, окрошу. Субтитры сделал DimaTorzok. Короче, друзья, что говорить, музычка это огонь. Может тебе это самому нравится? Очень. Ну вот, считай. Причем, знаете, какой момент-то? Это не основное, как бы, не... Это хобби Михаила, понимаете, да? Ну, когда уже скоро нам переносится? Хотя, может быть, и нахер это надо. Когда хобби-то как-то по-другому, да? Это по кайфу. Когда начинаешь это основным делом делать, это уже... Ну, вообще, ну, сначала там на лист разки был и ушел. Ну, вообще, давно-давно, да. Миша начал заниматься, и вот реально воплощает... Но это уже вместе. Да, 5 лет занимаемся и воплощаем все задумки. Причем это делается так, как сказать, прикольно, да? Скажи? Интересно. Ну, вот смотрите, вот что здесь. Поэтому, ребят, вам уральскую пятерочку автозвуком занимайтесь качественно и интересно. Обращайтесь только к тем, кто этим живет, да? Кто этим занимается. Потому что, ну, ты самое, по мне, главное. Согласен? Чего еще пожелаешь-то, ребятам? Чего бы ты пожелал? Вот как автозвукер, вот ты сейчас собрал себе такую громкую SKU, правильно? По идее же. Ну, громко же? Относительно. Относительно, да. То есть, понятно, не полные калитки, но вещи-то и дорогие. То есть, в чем смысл покупать дорогие вещи? Расскажи тогда. Ты же прошел уже это. А, я так, Морелли, не послушал свою трешку. Трешку, да, трешка, кстати. Но это вообще очень бюджетная. То есть, 4 тысячи. Пара? Или Мидбас? Мидбас. Это ВЧ. Сколько ВЧ стоит? Это все вместе 4 тысячи. А, то есть, вот такие ВЧ это 4 тысячи пашки? 4 тысячи ВЧ вместе с динамиками. Ну, играет офигенно. За 4 тысячи это... Ну, это сейчас-то, может, дороже, да? Да, но это года два назад брал. Да, мы отправили в Ярославль, получается. Морель мой. Да, Морелли, трешечку. В Аргус, кстати, тоже, да. Я думаю, будет круто, поэтому... Это Славль, привет. Вот. Ну, все, уральскую пятерку, ребят, давайте. Занимайтесь автозвуком. У нас лето в апреле, так что очень круто. Мишка, давай уральскую пятерочку. Пока-пока.